можно с вами поговорить просто так по-человечески я художник городской просто я не знаю чем говорить но я бы хотел сказать что когда вы подрастете ну да смешно когда вы подрастете и у вас будет первая любовь рано или поздно она девушка бросит она бросает парня ну то есть ты влюбишься в девушку и она потом вы расстанетесь и это разобьет себе сердце я бы хотел к советам сказать вам как это пережить потому что есть такое что многие парни это не переживают это их очень сильно травмирует и они совершают они становятся злыми потом на всю жизнь или что-то с собой совершают я бы хотел просто сказать вам что рано или поздно это произойдет вы влюбитесь в девушку и она бросит вас через три года чтобы вы чтобы вы обратились к врачу психиатру или психолог ну психотерапевту и пережили это главное пережить это я я сам это пережил я просто городской художник я стану великим художником через какое-то время когда я умру если хотите можете задать какой-нибудь вопрос или тогда ладно я продолжу пить просто а вы кем хотите стать в будущем когда вы риски космонавтом а ты хочешь художником стать он молодец только знаешь я хочу тебе сказать что есть такая проблема что вот ты обучишься в художественной школе а потом ты поступишь в красноярское художественное училище имени сурикова но там учат не тому чтобы стать художником а там учат стать обслуживающим персоналом подчиненным вышестоящим руководителям чиновником можно сказать там отвращение вызывают к искусству к рисованию просто я вот по мнению людей которые окончили два высших образования по искусству из москвы из петербурга они считают меня действительно настоящим художником и я не был очислен из художественного училища я поддерживаю то что ты хочешь стать художником это хорошо наверно ты станешь дизайнером ну на компьютере рисование ну ладно я не знаю что еще вам сказать просто я пережил такой ужас когда меня девушка бросила я бы хотел чтобы вы и чтобы никто больше не переживал в подобного может быть вы задумаетесь о том что когда вы вырастите станете встречаться с девушкой особенно если долго она бросит тебя рано или поздно это настолько тяжело я хотел бы чтобы вы пережили это потому что я не смог это пережить люди бывают мужчины совершают накладывают на себя руки из-за того что девушка их бросает я бы хотел чтобы с вами такого не случилось я хотел бы вас предупредить насчет будущего вот и все если хотите со мной еще поговорить то задайте вопросы если нет то я дальше буду пить пойду и все я не навязываюсь ладно сюда и а а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Все так жестоки Комментаторы так жестоки В реальности люди так жестоки Девушки Моя девушка Я сегодня рисовал Пытался Но я не чувствую себе сил Чтобы дальше рисовать Я чувствую экзистенциальную пустоту То есть ты понимаешь Меня заложили Я не знаю как описать эту литературу Которую мне давали читать в детстве Меня заложили это Я плачу не за того Что литературу в меня заложили Какая литература Это экстремистская литература Это ненормальная литература Этот ненормальный Который автор Этой дегенеративный Деградант Этой литературы Которую я читал Он такой ненормальный Он убежден в своей правоте Он распространял это на весь мир Он жил в Германии Сейчас он сдох уже Давно уже Но его лекции есть на ютубе Где он уже старенький И он абсолютно убежден в своей правоте Он считал Свою жену дегенераткой Всех дегенератами Этот дегенерат Он ярый Самый Это самый Фундаментальный Самый Бешеный Самый Убедительный Самый Это номер один Антисемит в мире То есть ты представь Мне давали Маленькому ребенку Такое читать И вот когда я Очень пьяный Я начинаю Дичь нести Потому что я не знаю Как это пережить Я Я стал Всем Тем худшим Что там описано С точки зрения идеала Этого автора Я стал заниматься Своим искусством Я встречался С девушкой Которая с особенностями И так далее И так далее Все что он описывал Я это Делал Полностью Противоположное Я стал Полностью Противоположностью Я Даже он Написывал Одного чела Который Принимал Таблетки От тревожности Он Написывал Это с уничижением Таблеточки Принимал Дегенерат И вот я тоже Таблеточки От тревожности Принимаю Все абсолютно Так Только я не являюсь Гомосексуалистом Потому что Я считаю Что таким Рождаются Или не рождаются Я родился Обычным Гетеронормативным Обычным